Доброе утро! В эфире телеканала Катунь 24 новости. Меня зовут Антон Скаль. О самом важном к этому часу в ближайшие пять минут. 100 неисправных прицепов за две недели выявили сотрудники госинспекции края совместно с дорожно-патрульной службой в ходе операции прицеп. Они проверяли техническое состояние тракторов и прицепов. Цель рейда ни много ни мало – предотвратить несчастные случаи на дорогах. На одном из таких рейдов в Троицком районе побывала и наша съемочная группа. В случае того, что иногда вот это страховочное, вот оно, видите, как легко открывается. На ходу может просто при тряске, может открыться, вот. И все, и прицеп отцепился. Вот так легко может произойти страшное. Если такое крепление отцепится ночью на дороге, то аварии не миновать. Особенно, если на прицепе нет фары светоотражателей. Самая частая ошибка водителей тракторов – сверх меры нагружать прицеп сеном и кормом для животных. А согласно нормам, он не должен превышать половины веса тягача. При неисправном тяговом сцепном устройстве прицеп просто-напросто где-то может оторваться от трактора и стать неуправляемым. При этом он может выкатиться куда-то, где находятся люди, и просто причинить травмы или даже смерть. А вот и первый нарушитель. После проверки сотрудники госинспекции обнаружили неисправность тормозной системы. И это неудивительно. Большая часть прицепов подобных этому в эксплуатации еще с 1980-х годов. Поэтому многие владельцы тракторов предпочитают избегать встреч с инспекторами. А используют для этого водители сарафанное радио. Поэтому этот день выдался неурожайным. В ходе рейда поймали всего одного нарушителя. Но на самом деле их гораздо больше, уверяют инспекторы. Теперь у нас развита телефонная связь. Один человек заметил инспектора на автомобиле, всем своим друзьям сообщил. Уже труднее будет выявить остальных. За две недели проверок специалисты госинспекции и ДПС отловили 100 неисправных прицепов. Наказание за несоблюдение правил может показаться символическим. Штраф от 100 до 300 рублей. Однако в случае ДТП административное дело может стать уголовным. Владислав Кириенко, Николай Государкин. Новости. Сухой бассейн, фиброоптическое волокно и интерактивная воздушно-пузырьковая панель. Такое оборудование появилось в Краснощоковской средней школе. Благодаря государственной программе «Доступная среда» там открылась сенсорная комната. Теперь школьники Краснощоковского района с особыми образовательными потребностями могут получать знания, умения и навыки на более высоком уровне. За счет своей наглядности, материалов и насыщенности цветов сенсорное оборудование позволяет сделать процесс обучения гораздо эффективнее. Также возможности новой комнаты полностью подходят для релаксации. У нас для занятий психолога, для занятий логопеда, для занятий учителей-предметников они приводят сюда деток, для того, чтобы они отдохнули и релаксировали. Для персонала после обеденное время, потому что тоже нужна разгрузка психоэмоциональная. Помимо сенсорной комнаты, в этой средней школе переоборудованы два кабинета – логопеда и психолога. Программу «Доступная среда» в Краснощоковском районе начали реализовывать в 2015 году. За это время здесь появилось три блока оборудования – релаксационная, активационная и здоровья сберегающие. И к новостям спорта. Первенство Алтайского края по армейскому рукопашному бою прошло в Заринске. В нем принимало участие 113 спортсменов и 13 команд со всего региона. Победители этого турнира формируют сборные Алтайского края по рукопашному бою среди мужчин и юношей, которые будут выступать на всероссийских соревнованиях. Отмечу, соревнования проводились в рамках акции «Спорт без наркотиков». Она проводится уже в течение 10 лет. «Есть большая прямая альтернатива наркотикам, алкоголю – это спорт. Это не только единоборство. Мы этим показываем, что любые занятия спорта являются правильным выбором для молодежи». На этом у меня пока все. Я передаю слово моей коллеге Елене Хорошавцевой в студию «Утреннего канала». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова